Добрый вечер, уважаемые коллеги! Добрый вечер, уважаемый господин министр иностранных дел Российской Федерации, дорогой Сергей! Большое спасибо за то, что вы сегодня здесь, в Белграде. Большое спасибо, что вы приехали. И тем самым придать особое значение встрече, которую мы организовали в связи с юбилеем 60 лет дня основания движения неприседения. Я также благодарю вас за всю поддержку, которую вы оказываете Республике Сербия, за сохранение нашей территориальной целостности, политическое сотрудничество. Мы вместе построили газопровод. И во всех сферах общественной жизни, должен сказать, у нас отличное сотрудничество. Я горжусь тем, что могу сказать, что у нас исключительное отношение с Российской Федерацией, в отличие от многих других, которые стесняются этого или боятся это сказать. Я этого не скрываю и думаю, что произношу это с особой гордостью, поскольку это в этом и интересы Республики Сербия, и не только интересы, а выражение нашей многовековой дружбы. Мы довольны развитием наших двусторонних отношений. Мы оказываем друг другу поддержку во всех многосторонних организациях международных. У нас всегда была поддержка Российской Федерации не только в ООН, но и во всех международных ведомствах, институтах. Я уверена, что так будет и в будущем. Так же, как и мы ведем себя с нашими российскими друзьями во взаимоотношениях с подобными организациями и институтами. Также я поблагодарил президента Путина за поддержку по многим вопросам и выразил надежду, что до конца года у меня будет возможность встретиться с российским президентом и стратегически переговорить о всех важных вопросах наших взаимоотношений. Сегодняшняя беседа с Сергеем Лавровым, если я могу сказать, это все, что я могу вам сказать, была, вероятно, самой открытой до сих пор и самой искренней. Хотя мы уже давно, много лет знаем друг друга, я считаю господина Лаврова не только великим мировым дипломатом, но и искренним другом нашей страны. И в свете многочисленных проблем, с которыми мы сталкиваемся, естественным образом наш разговор был очень открытым. И я говорил все, что я думаю. По многим вопросам я услышал позицию наших российских друзей. И мы надеемся, что вот то, чего мы смогли достичь, благодаря поддержке и помощи, и во время кризиса, связанного с ковидом, мы получили и первый, и второй компонент спутника ВИ. И это стало отличным показателем. И не забудем, конечно, и российских врачей, и техников, которые в начале этого кризиса оказали нам помощь. И просто наши граждане стали намного увереннее тогда. Мы помним, кто нам помогает в трудные моменты, и никогда не забываем об этой помощи и поддержке. Также мы очень благодарны Российской Федерации за поддержку нашей территориальной целостности и суверенитете. И мы не настаиваем, что проблемы, вопросы, связанные с Косово, Метохией, мы считаем, что эти вопросы могут быть решены только путем диалога, а не другим путем. Мы рассмотрели ситуацию в регионе, и я познакомил со своим беспокойством, со страхами. Это не личные какие-то страхи, это обеспокоенность, которая связана с положением нашего народа в регионе. Я совсем познакомил российского министра иностранных дел и получил, я бы сказал, видение российской стороны, ответы, если так смею сказать, и важные советы. Республика Сербия останется нейтральной в военном отношении страной. Мы гордимся этим, и мы в соответствии с этим продолжим не только защищать нашу страну, но и развивать наши мощности по обороне, чтобы каждый потенциальный агрессор просто забыл о таком намерении поставить под угрозу свободу Сербии. Важно подчеркнуть, что вопреки COVID-19 наш внешний торговый оборот развивается, рост 4% в сравнении с таким же периодом прошлого года. И хочу также подчеркнуть, что на встрече Межправкомитета мы достигли важных договоренностей, результатов касательно продолжения нашего экономического сотрудничества. Особенно мы благодарны Российской Федерации за помощь в сохранении энергетической стабильности и безопасности нашей страны. И, не знаю, знает ли Сергей, мы нашу компрессорную станцию, это просто маленькое чудо. Я видел это, осмотрел вместе с российским послом, 100 километров назад, 100 километров от Белграда, я осмотрел это, и я очень рад, что мы это закончили, эту станцию. И в то утро, в полчетвертого, вроде что-то остановилось там, а потом в полшестого мы увидели, что газ течет на этой станции, и я счастлив, что это работает, и что у Сербии будет огромная польза от этого, и я очень благодарен за это. Также мы благодарны за исключительно хорошую работу, проведенную российскими железными дорогами. И мы также должны сказать, что РЖД скоро закончит одну важную часть по модернизации наших железных дорог. Это железная дорога до Нови Сад, Старопазово, с мостом через Дунай, с прекрасными туннелями. Это готово, и это показывает, сколько мы можем сделать вместе. Мы начали переговоры по предприятию Петрохимия, нефтехимия. Я надеюсь, что мы в ноябре закончим уже, достигнем договоренности до 15 ноября. По этому вопросу я благодарен НИСу за поддержку не только бюджету Республики Сербии, но и за поддержку всей хозяйственной деятельности нашей страны. Я хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы сегодня с нами. Спасибо, дорогой друг, за то, что мы всегда чувствовали вашу поддержку, конечно, и что вы всегда были внимательны, доступны, готовы ответить на каждый вопрос. Помочь, конечно. Мы счастливы иметь в вашем лице надежного друга и партнера, и мы со своей стороны всегда будем надежным партнером для вас. Спасибо вам и надеюсь, что вы чувствуете себя здесь впервые, как дома. И всего хорошего вам желаю. Вам и передайте мой большой привет президенту Путину. Всего доброго. Спасибо, господин президент. Уважаемые дамы и господа, прежде всего хотел бы выразить признательность президенту Вучичу за сегодняшнюю встречу. Она подчеркнула стратегический характер нашего партнерства. Я передал господину президенту самые теплые приветы и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он настроен на активное продолжение диалога на высшем уровне. Мы обсудили возможные контакты на уровне президентов в ближайшем будущем. И договоримся, я уверен, о том, когда такая встреча в очередной раз состоится. У нас доверительный диалог не только на уровне президентов, но и на уровне правительств, на уровне отдельных министерств, ведомств, конечно же, между министерствами иностранных дел. И подтверждением поступательного движения наших отношений, нашего стратегического партнерства стало состоявшееся буквально на прошлой неделе очередное заседание Межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе которого, как только что сказал господин президент, были намечены конкретные крупные шаги по продвижению нашего торгово-экономического инвестиционного взаимодействия на благо наших народов, на благо сотрудничества России и Сербии. Действительно, несмотря на коронавирусную инфекцию, за первые семь месяцев текущего года товарооборот вырос, по нашей статистике, даже больше, чем на 16%, и он достиг, приближается к полутора миллиардам долларов за первые семь месяцев. Конечно же, по итогам года результат будет еще более зримый, и продолжаем сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией, помимо поставок вакцины, помимо оказания содействия путем направлений наших специалистов. Мы договорились, и президенты в июне этого года открыли проект по совместному производству вакцины «Спутник Ви» в Сербии. Я уверен, что это будет существенным вкладом в обеспечение интересов населения нашей дружественной страны. Мы говорили, конечно же, и о региональных делах, косовская проблема. Россия неизменно выступает за то, чтобы решение этой ситуации основывалось исключительно на уважении резолюции 12.44, за то, чтобы это решение было найдено в рамках прямого диалога между Белградом и Приштиной, и чтобы это решение, окончательное решение, было вынесено на одобрение Совета безопасности ООН. Президент Путин не раз подчеркивал, и это остается нашей твердой позицией, мы примем любое решение, которое устроит Сербию и сербский народ. Конечно же, мы были обеспокоены той провокацией, которая устроена была на севере Косово в конце сентября. Мы оценили выдержку и твердость руководства Сербии, лично президента Вучича, что позволило урегулировать этот кризис и прекратить провокационные действия Косоваров. Хотим также подчеркнуть, что неизменно в наших контактах с Европейским Союзом мы напоминаем об ответственности Брюсселя за те посреднические функции, которые были Брюсселем самим инициированы и которыми Евросоюз был наделен решением Генеральной Ассамблеи ООН. Пора выполнять договоренности, которые были достигнуты много лет назад, в частности договоренность о создании сообщества сербских муниципалитетов Косово, о чем было условлено официально, конкретно еще в 2013 году. Не делая честь Евросоюзу, а попустительство попыткам Косоваров заматывать это важнейшее решение, важнейшее для сербского населения Косово. И, безусловно, мы также исходим из того, что и наши американские партнеры будут использовать свое влияние, а оно у них очень и очень существенное, на Пришлину для того, чтобы обеспечивать нормальный ход переговорного процесса и выходить на договоренности, которые будут вписываться в резолюцию 1244 и устраивать наших сербских друзей. Мы также обменялись мнениями с господином президентом о ситуации на Балканах в целом. Мы исходим из того, что Сербия остается важнейшим фактором мира и стабильности в этом регионе, и ее мнение должно учитываться в любых переговорных форматах и в любых дискуссиях. Я искренне признателен президенту Вучичу за его гостеприимство и еще раз хочу подчеркнуть стратегический характер наших отношений. Спасибо. Спасибо, господину Лаврову. И сейчас можем предъявить вопрос. ТВ-канал «Известия», господин Антон Золотницкий. Господин Золотницкий, извините. Первый вопрос Сергею Викторовичу. Некоторые россияне сейчас едут в Сербию для того, чтобы сделать себе прививку Pfizer. Только так они могут начать вновь путешествовать. Безусловно, все уже давно понимают, что история с вакцинами, с их признанием – это политика и ничего кроме политики. Но тем не менее, на каком этапе сейчас находится взаимное признание сертификатов о вакцинации между разными странами, в том числе Россией и Европой? И может ли наша страна как-то ускорить этот процесс? И также вопрос президенту Вучичу. Вы уже неоднократно высказывались о газовом кризисе в Европе. Сейчас цены снизились, но ключевые проблемы так и не решены. Что, на Ваш взгляд, должна сделать Европа, чтобы как-то изменить ситуацию, может быть, пересмотреть отношения с Россией в пользу более конструктивных или отказаться от рыночного формирования цен на газ? И какова в этом, на Ваш взгляд, роль Соединенных Штатов? Спасибо. Я бы сказал, что все-таки история с вакцинами – это не только политика, это еще и коммерция. И тому масса подтверждений. Что касается нашей позиции, еще в апреле этого года, когда состоялся в формате онлайн саммит-двадцатки по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, президент Путин официально, публично высказался за то, чтобы соответствующие страны, производители вакцин, отказались от их патентной защиты, чтобы дать возможность максимально нарастить производство вакцин, которые будут спасать людей от этой инфекции. Это наша позиция не менялась. К сожалению, страны, другие страны, которые производят соответствующие вакцины, эту позицию не разделили. И до сих пор эта позиция остается востребованной. Что касается взаимного признания сертификатов о вакцинации, мы такие переговоры уже достаточно давно ведем с Европейским Союзом. Там есть самые разные причины, по которым договоренность пока еще не достигнута. Есть и объективные причины, которые касаются выверки соответствующих процедур. Но есть, мы это видим, и об этом наши европейские коллеги, не стесняясь, говорят публично, видим предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям. Но, тем не менее, интерес в большинстве стран Евросоюза к тому, чтобы мы обеспечили максимально комфортные условия для контактов между людьми, мы видим, и, надеюсь, здравый смысл возобладает. Я отвечаю по-сербски. Вы задали, возможно, самый важный для Европы вопрос в данный момент. Об этом все говорят. И у каждого свое мнение, видение ситуации. А я думаю, что здесь факты налицо и ситуация ясна. Ни о чем, мне кажется, больше не говорят во всем мире, чем об энергетике. Если меня спрашиваете о будущем мира, самые важные — это три вопроса. Энергетика, вода и пища. Но другие два вопроса связаны с первым. Существует пять причин, по которым у нас кризис в мире, особенно в Европе. Первая причина — то, что введены особые карбон-послины, особые налоги на ту энергию, которая не производится из возобновляемых источников энергии. Это сделано быстро, как-то наспех, а не в течение ряда лет, чтобы рынок приспособился к этому. Вторая причина — не забудьте, что уже заканчивается второй год коронавируса, и все европейские государства сталкивались с большими проблемами в хозяйственной деятельности. Все хотели из своих складов взять самый дешевый газ и дать своей экономике его, а не покупать на рынке, поскольку цена на бирже газа росла потихоньку, в Голландии росла, которая важна для Европы. Но никто дальше не пополнял свои резервы на складах, хранили еще газа, не подписывали долгосрочные договоры. А с кем можно подписывать такие долгосрочные договоры? С Россией, конечно, а почему не делали? Поскольку существуют политические причины для этого, а не экономические. И, наконец, пятое. Никто не хочет здесь, в мире, признать свою ошибку. А вы видите, что все возвращаются. И что касается электроэнергии, производимой из угля, все возвращаются к углю. Все говорят, что я сумасшедший, что я не хотел закрывать наши шахты, где легнит и уголь. Поскольку я хотел, я уважал руки наших шахтеров, наших мастеров. Вы не можете сбалансировать электроэнергию, если у вас нет угля и гидропотенциала. Вы не можете опереться только на ветряную и солнечную энергию. Это только невежды могут так утверждать. Конечно, недостаток электроэнергии связан и с высокой ценой газа. Спрос растет, предложение меньше, поскольку долгосрочных договоров с Россией не заключили. И сейчас у нас газовые электростанции, я объясню вам, что это они производят электроэнергию, а у них работают двигатели на топливе газовом. И у нас, если бы это было, тогда бы киловатт стоил 300 евро, а у нас примерно 50 на угле, а мы продаем народу за 30. Ну так подождите, как это вообще так там и считаем? Никто больше так не поступает. И, конечно, никто не виноват. Не решится этот кризис сам по себе. В ближайшие 6 месяцев кризис не решится, а боюсь, что может и 2 года продолжаться. Это будет влиять на все области, на увеличение цен в разных областях. В Сербии будет меньше, я благодарен российским друзьям за это. Будет влиять, но меньше, чем в других странах. И поэтому я надеюсь, я попросил министра Лаврова, я попросил президента Путина, я передал ему, попросил, попросил Борисова. И мне не стыдно это признать, что мы надеемся, что у Сербии будет самая благоприятная цена газа в Европе. И я этого не скрываю. Я борюсь за наш народ. И не трудно мне признать, если я ошибаюсь в чем-то или нет. Кто-то, может быть, не может, а я... Что я должен делать? Кризис гораздо больше, чем вы думаете. Намного более тяжелый кризис. И не будут расти только цены на питание, а все строительные материалы, и все будет... возрастет в цене во всей Европе, всюду. Так подождите, а как тогда мы реализуем наши инвестиции, если цены поднимутся на 25% нашей общественной инвестиции? Сможете ли вы построить тогда дороги и все остальное? К счастью, у нас хватило смелости построить газопровод. К счастью, если бы мы не сделали этого с российской стороной, что бы мы тогда сейчас делали? Взяли бы веревку и повесились перед вами. Что еще? А я счастлив. Что вам сказать еще? И я говорю, как человек ответственный, поскольку меня люди в этой стране спросят, а почему нет электроэнергии, газа? Кому-то все равно скажут так всюду, а я не могу отвечать так всюду. Мне не важно, как всюду. Мне важно, чтобы у моего народа был и газ, и электроэнергия. И поэтому я счастлив, что мы выдержали все давление, которое оказывалось на нас, и сделали это. И поэтому все, кто нас учил ему разуму, говорил о 22-м, 23-м веке, подождите. Подождите с этим 22-м и 23-м веком. Давайте посмотрим, как мы выйдем из этого кризиса. И мы постараемся, попытаемся, чтобы у нашей страны и при помощи наших российских друзей была лучшая цена газа. И тем самым мы облегчим наше положение, что касается электроэнергии, мы будем, конечно, строить и возобновляемые источники энергии, но мы будем использовать и далее, и уголь, и все остальное, что сохраняет стабильность этой страны, и что влияет на жизнь, и благодаря чему у нас свет есть, электроэнергии, а не будем рисковать, что кому-то полизоваться. Простите, долго отвечал. И последний вопрос. В радиотелизме Сербии, Тамара, пожалуйста. Прежде всего, вопрос к министру Лаврову. Как вы прокомментируете, что все чаще обвиняют отдельные лидеры здесь, на Балканах и в Европе, Россию в том, что она оказывает сильное воздействие на происходящее на Балканах и энергетическим путем, и другими способами. Как бы вы это прокомментировали? И как вы видите будущее диалога Белграда и Приштины? Принимая во внимание, что Приштина не хочет ничего принять из того, о чем договорились в Брюсселе. Вы уже упоминали резолюцию 1244, которая должна стать основой для каждого решения. И вопрос к президенту Сербии. Получили вы какие-то гарантии, что цена газа останется такой же благоприятной для нас, то есть 270 долларов? И в контакте ли вы с другими лидерами в регионе, с премьером Болгарии, Венгрии по этому вопросу? Спасибо. Что касается опасений и заклинаний относительно того, что Россия пытается вмешиваться в жизнь западных Балкан, мы к ним привыкли. Мы в отношениях с Сербией и другими странами этого региона руководствуемся исключительно взаимной выгодой, балансом интересов. Именно на этом основываются все наши договоренности и Сербии, и с другими странами западных Балкан. То, что Евросоюз пытается заявлять свои права на этот регион, мы знаем давно. Еще бывшая руководительница дипломатии Евросоюза Федерико Магерини заявляла, что когда Евросоюз где-то присутствует, другим там делать нечего. Она прямо имела в виду западные Балканы. Евросоюз при этом считает себя абсолютно в праве проводить свою далеко не такую конструктивную линию зачастую в таких регионах, далеких от Европы, как Центральная Азия, например. Евросоюз имеет свои подходы и к более отдаленным частям нашей планеты. Ну а нам они говорят, что мы должны в тех частях света, где Евросоюз имеет какие-то свои интересы, не проявлять какой-либо инициативы. То, что это неоколониальное мышление, по-моему, даже не нужно объяснять. Я встречался пару недель назад в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН с Жозепом Боррелем, который, в общем-то, проводил такую же линию. Я ему все предметно объяснил. Поэтому, если у кого-то есть конкретные факты, подтверждающие голословные обвинения о том, что Россия нарушает какие-то нормы международного права в западно-балканском регионе, либо где-то еще, милости просим предъявить, пожалуйста. Что касается диалога между Белградом и Приштиным, могу только подтвердить, что он должен основываться на резолюции 1244. Я напомню, кстати, сказать, что когда эта резолюция принималась в июне 1999 года, именно российской делегацией в Совете Безопасности ООН настояла на включении в этот документ подтверждения территориальной целостности и суверенитета Сербии. И мы будем это отстаивать и примем только то решение, которое устроит самих сербов. Ну а что касается непосредственно диалога, я уже говорил в своем вступительном слове, что мы исходим из того, что Евросоюз несет особую ответственность, потому что Генеральная Ассамблея ООН наделила Евросоюз полномочиями посредника, и как минимум те договоренности, которые уже были достигнуты, в частности, о сообществе сербских муниципалитетов Косово, должны быть незамедлительно реализованы. Будем требовать выполнения того, о чем договариваются Приштина и Белград. Я два слова буквально скажу, позвольте. Во-первых, простите, какое-то давление оказывают россияне на нас в плане энергетики, особенно, что я знаю вас, что вы знаете ситуацию, вы думали, что другие упрекают Россию в этом. Это просто смешно, даже нет слов просто. Мы на них оказываем давление, они на нас. Это я перед Сергеем вам говорю. Мы просим их об этом, они, они о чем-то нас. Все хотят лечь и наслаждаться теплом в теплой комнате. Все хотят в майке и шортах разгуливать по дому, когда на улице минус 10. А как? А где этот газ? Я предложил, чтобы мы были владельцами, брали, взяли часть в Александрополисе. И я сколько раз говорил, давайте из Северной Македонии посмотрим варианты, мы все диверсируем, перебросим. И где это? Где эти проекты? Ничего нет. И представьте, если бы мы не построили газопровод, как бы мы сейчас отапливали дома, как бы работала наша экономика, наша промышленность, если бы не было российского газа. И нужно постесняться, типа, они оказывают давление на нас, они дают нам благоприятную цену, я оказываю давление на них, чтобы они нам давали благоприятную цену. И прошу, у нас есть гарантия, у нас есть обещание Сергея и господина Борисова, что они поговорят с президентом Путиным и сделают все в своих возможностях, чтобы у нас была самая лучшая цена. Я, зная Путина, хочу сказать, у нас будет самая благоприятная цена. Я не разговаривал с ним, поговорю еще, но я знаю этого человека, и что сейчас они должны оказывать давление на нас, не понимаю вообще вопроса, что за глупости, кто вообще так может утверждать. Поэтому это наш интерес, наше желание. Цена 270, да, и господин из «Извести» говорит, упала цена газа. Ну да, упала и до того уровня, что никто не может это оплатить. Поскольку спрос огромен. Мы не можем платить такую цену. У нас денег больше, чем когда бы то ни было в современную историю Сербии, но мы не можем оплачивать такую высокую цену газа. Не знаю, будет ли 270 или больше, не страшно. Главное, чтобы не было намного больше. И, конечно, я говорил и с Бойко, и с Орбаном, со всеми в регионе я говорил. О чем говорить вообще? Идет ли дождь или светит солнце? С ними об этом я говорил. Сегодня к нам присоединится за ужином член Президиума Республики Сибоснии Горцеговины, Миларад Додик. К сожалению, я не могу ужинать. Я уже семь раз сегодня кушал с гостями, которые приехали в нашу страну, но я обязательно выпью за нашу дружбу и за ваше здоровье, дорогой Сергей. Это я лучше сделаю, чем другие. Спасибо и счастливой работе. Спасибо, президент. На этом сегодняшнее обращение закончено. Субтитры создавал DimaTorzok